Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 6 июня, 4 часа 30 минут. Если раньше я для обработок вставала в 5 часов, то сегодня нам пришлось встать вообще в 4 часа. Знаете почему? Потому что сейчас мы поедем за нашим маленьким Кавказенком. Поедем вдаль Дальнюю, в город Новосибирск. Туда и обратно 800 километров нам нужно будет проехать на автомобиле. Поэтому встали пораньше, чтобы успеть еще вернуться сегодня. И тут у меня возникла проблема. Сейчас вам скажу какая. Вот когда я... Вот сначала небо покажу. Небо страшное, сегодня будут скорее всего дожди. Когда я снимала видео о теплицах и говорила плюсы и минусы теплиц, я упоминала вот такой фактор, весной. Вот весеннее, в начале лета от нее отойти невозможно, если у вас нет вот этих термоприводов на двери. Сейчас объясню почему. Вот сейчас 7 градусов на улице. Для огурцов это не только нежелательно, а эта температура может стать губительной. Если, например, я не закрыла бы на ночь дверь, им было бы холодно. Я вчера уже говорила, у них начинается торможение. И если длительный период при такой температуре они постоят, они могут даже погибнуть. Я вот сейчас стою, вышла и не знаю, что мне делать. У меня на ночь дверь были все закрыты. Я все закрыла. И если на улице 7, то там у меня градусов 12. Ну нормально для них, они могут пересидеть ночь. Но так как я сейчас уезжаю, я не могу их оставить закрытыми. Потому что если часа через 2 или через 3, утром, например, выглянет солнце, нагревается моментально. Там может сразу подняться выше 30 температура. И без открытых дверей, опять же, огурцы могут свариться. Они очень нежные, у них листья, вы знаете, вянут быстро. И вот стою, думаю, то ли открывать двери, то ли не открывать. Потому что я уеду на целый день. Если я открою, им будет холодно сейчас. Если я оставлю за открытыми, целый день меня не будет. Днем, может быть, обязательно один раз хоть выглянет солнышко, они сварятся. Вот из-за того, что в поликарбонатовых теплицах очень быстро, в соответствии с климатом за бортом, меняется и внутренняя вот эта обстановка и температура. Вот эти сложности возникают у тех, кто, например, не живет рядом. Вот я всегда говорила, чтобы получить хороший результат, нужно находиться прямо с ней рядом. Вот сейчас холодно, я закрыла. Утром бы я встала, если бы я была дома, в 8, в 9, там во сколько, солнце как выглянуло. Я бы приоткрыла дверь наполовину, потом бы открыла еще и вторую. Вот сейчас подумаю, что решу, скажу вам вечером, когда приеду. Потому что что-то нужно принимать решение. Или открытую оставить дверь, или все-таки рискнуть и уехать с закрытыми дверями. Но с закрытыми дверями риск еще больший, потому что если они сварятся... Ой, птичка полетела. Ладно, пока до свидания. Вечером я доснимаю этот выпуск, выложу его, и, возможно, вы уже увидите маленького кавказенка нашего. Едем за собачкой. Второй час пути уже у нас в тумане. Такой туман плотный. И, несмотря на то, что уже седьмой час утра, мы уже скоро к Парнаулу подъедем. И все, туман, туман и туман. Первая наша остановка. Это вот граница, грань Алтая, вот это вот кафе, гостиница. Заканчивается Алтайский край. И начинается Новосибирская область. Такой комплекс очень красивый. Ну, для туристов, вероятно, все выстроено. Но сейчас все пусто. Во-первых, потому что 7 утра. А во-вторых, потому что коронавирус. Везде масочный режим. Посмотрите, видите? Посмотрите на меня, в каком я виде. Я в резиновых перчатках. И сейчас поверну до себя. И еще я в маске. И еще шок испытали. Купили по кофе и по пирожку с мужем. И с нас взяли 380 рублей. Для нас это очень цены высокие. Непривычно. Я 25 лет не была в Новосибирске. Первый раз выехала за пределы города. Конечно, для меня как это... Я как инопланетянка. Наконец-то мы доехали до Новосибирска. Вот остановились. Муж вбивает навигатор адрес. Потому что мы, конечно, не знаем, куда ехать. Район какой-то... Ну, не в центре города. И как раз остановились вот у такого прекрасного места. Красота. Большой дом какой стоит. Торговая комната сохранится. Съезжайте с кольца. Какое-то видео я и снимаю. Вот они, вот они, вот они, вот они. Наши кавказятки маленькие. Да все одинаковые. О, это мордата. Вот это мордата. Ну, у нас на тебя денюжек не хватит. У нас в этот одна уехала в Тюмень. Из-за Тюмени еще, короче, на какой-то остров там еще 6 часов. Ну, вот у нас близких нет. И в Барнауле говорят, нет тоже кавказят. Я узнавала через кинологический этот клуб. Ну, может, там у кого-то участников есть. Ну, посмотрели у одних. Мать без... Вот и поехали мы назад. Собираемся, да, моя хорошая? Собачка на пеленочке сидит. Вот так. Вот сестренок, оторвали тебя. Ты где там есть-то? Покажи бордочку. Ой. Мордошечку маленькую. Будь какая хорошая. Грустно, да? Оторвали. От мамки, от сестренок. Никак не может успокоиться бедная собачка. Не хочет уезжать из дома. Смотрит с тоской в окошко. Прощайся с Новосибирском. Кавказеныш. Но всегда покидаешь Родину. Анатолий понимает, она с такой тоской смотрит прям на дорогу, в окно. И в конце такого радостного видеоролика все-таки придется капельку яда добавить или как ложечку дегтя. Когда я говорила, что могут некоторые люди особо одаренные понять неправильно, когда я показывала, что я хилых подкармливаю этим, здоровых этим, а томатное поле вообще не подкормила. Но нашлись такие люди. И вот Галина Галич пишет, с самого начала вы всегда говорили, что химию вы не применяете, а теперь вы сыпете и сыпете. Диссонанс какой-то. Да не смотрите вы на других, ведь растение больше, чем положено, все равно не даст. Так смотрела вас всегда с удовольствием. А теперь такое ощущение, что после каждого видео надо сбегать в магазин и купить аммофоску, барафоску, мочевину. Но не буду, конечно, этого делать, а просто надо найти блогера, который верен своим традициям, не повторяет за всеми надо и не надо, что я знаю, что вы ответите. Это дело лично каждого. Если вам люди поверили с самого начала, не надо подхватывать чужие песни. Ну, может, я и не права, и с самого начала сыпали все различные химикаты, просто не говорила. Я думала, что у вас в природе земледелие, перегной, зола, бурное опрыскивание, и вода, извините, если обидела, разочарование. И еще дальше продолжает. Значит, вы врали изначально, все врут, и вы туда же, у вас ног рядом бегает, а вы химией пылите. Я не знаю, где она увидела, чтобы в ног бегал, я химией пылила. Ну, вообще, у женщины с головой, наверное, не все в порядке. Но я ей ответила, что... Я уже говорила, что если я могу сделать одну-единственную подкормку за сезон, то все будет... то будет для меня уже хорошо. А иногда я и одну даже не успеваю. Но я все это объясняла, бесполезно объяснять людям, у которых броня вот в три пальца, им хоть что говори, а не свое. А вы, Галина, просто не умеете правильно воспринимать информацию. Ну, во-первых, барафоска – это не химия, все знают, что химией считаются инсектициды, гербициды, вот такие все. А барафоска, она составлена из натуральных минеральных веществ. А во-вторых, да, вам не обязательно это делать. И еще даже в-третьих хочу сказать, что при внуке никогда не пылю. Вот вы написали ерунду, и вот действительно вот эту каплю яда, мне кажется, что у вас больше яда, чем во всех моих ядах-химикатах. Еще раз пишет. Оля, ведь вы раньше химикатами не подкармливали. Она считает, что одного мало сообщения. Под этим же видео пишет еще раз. Смотрю, льва, с самого начала все растет на Алтае, зачем это химия? У меня теперь в каждом ролике барафоска, суперфосфат, мочевина. Больше не хочу вас смотреть. Вы же говорили, что никакими удобрениями не пользовались. Галина, не смотрите. Я вот такого зрителя и сама с удовольствием убрала бы из наших рядов. Я хочу Галине прям дать полный такой развернутый ответ и всем остальным. Я не знаю, Галя, как вы смотрели. Я в прошлом году сидела в теплице и говорила, что при высадке кладу одну ложечку суперфосфата в лунку столовую, одну чайную ложечку калия сернокислого и ложечку золы. Это там, где я успеваю. Во вторую теплицу добавляла рыбную муку. Рыбную муку. И не помню, что перегной. Короче, у меня разные варианты. Но я никогда не говорила, что вообще никогда ничего не добавляю. Но говорила единственное, что если нет времени, достаточно и одной ложечки золы. И про подкормку. Сто раз повторила, что вот это поле, если у них все хорошо, я вообще не подкармливаю. А там, где у меня сгоревшие, ослабленные и отстающие, там, конечно, я сделала подкормку для ослабленных с повышенным содержанием азота. И я считаю, что растениям нужно помочь, а не просто сидеть и ждать, когда они сдохнут, как медленной смертью умрут, только потому, что кому-то не понравится, что я их подкормила. Но не нравится, если честно. Проходите мимо. И во вранье меня обвинить никак нельзя. Я каждый год говорю одно и то же. Если есть возможность, подкармливаю. Нет возможности, нет. Иногда бывает год и два. Я вообще подкормки не делаю. Просто у меня времени нет. А чтобы у растений был более-менее полноценный. Вот это. Добавляю грунт осенью свежий, добавляю перегной. Это, конечно, делаю не я, а мой муж, сын. Они мне раскидывают все. И не знаю, что за обвинение в мой адрес. Но вообще-то мне, если честно, все равно, что вы обо мне думаете, считаете вы меня врушили или нет. Но то, что вы говорите, что я при внуке опыляю какие-то химикаты, это вообще какая-то клевета ужасная. Это как непорядочно так говорить. Вы высосите из пальца и пошли распространять по всей стране. Не буду я на таких, как Галина, как много времени уделять. Тем более сегодня такой прекрасный день. У меня появился питомец. Сегодня встала в 5 утра, покормила его, погладила. Буду подробности вам показывать о щеночке. У нас сегодня очень холодно. Вы видите, что вот такая вот прям роса на растениях. 8 градусов ночью. У меня есть проблемы. Пока что поважнее, чем отбиваться от Галины Белич. Все, до свидания. Буду... Сегодня у меня выходной. Сегодня придет внук знакомиться с собачкой. А с понедельника буду рассказывать, показывать видео об ошибках этого года. Я сначала хотела начать с той теплицы, которая с подогревом. Сейчас перейду в другую, подождите. Но начать придется совсем с другого. Начну снимать видеоролики. Не нужно так делать. Это о том... Я вам рассказывала, что Катю попросила пропосанковать, а она мне удалила у молодых томатов все-все-все-все-все листья. Все вообще буквально до цветов. Вот стоят они голые. Буду показывать и рассказывать начинающим, что так не нужно делать. У нас вот полтеплицы теперь стоит без листьев. Я сидела сейчас в шоке. Вообще не знала, что делать. И вот теперь опять начнется серия видеороликов, как помочь вот этим, у которых уже безвозвратно потеряны листья. Им, конечно, нужна будет опять подкормка для стимулирования наращивания зеленой массы. И тут никакая Галина Бель со своими такими негативными оценками меня не остановит. Буду подкармливать их. Ну что делать? Ну листовой аппарат утрачен навеки. Все, до свидания. Желаю вам не повторять ошибок. Какие ошибки можно как-то исправить или можно вообще так не надо делать, это начнем говорить об этом с понедельника. До свидания. С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Обзор вчерашний плавно перерос в сегодняшний, потому что вчера приехали в 6 вечера и после 12 часов в машине, после поездки в Новосибирск, доснимать, конечно, ничего я не смогла. Оставляла теплицу, ту дверь закрыла, эту открыла. Огурцы пережили день хорошо, но сегодняшняя ночь опять была очень холодная. Закрывала все. Представьте, у нас 8 градусов. Утром вышла роса, вот такая вот холодная ледяная роса на томатах, но придется потерпеть 2 дня. Дальше будет 10-11 градусов. Все, вот это самые последние холодные ночи. Я думаю, что в этом году мы обошлись без заморозков, но холодная роса это тоже опасность. Если бы дальше было, вот обычно люди говорят, что когда холодная роса на томатах, после этого начинаются и какие-то заболевания, вот эти вот дождливые дни, сырость, ночью холодная роса, томатам очень плохо. И я рада, что у нас следующие ночи будут более теплые. Не знаю, был здесь вчера у нас дождь или нет. Мы в Новосибирск, когда ездили, три раза попадали под дождь. Сегодня практически ничего не буду делать. Будем заниматься собакой, устройством ее жизни. С завтрашнего дня, конечно, продолжится огородная жизнь. Но вот пока вышло очень холодно. Вот эта холодная роса на томатах, она меня так пугает.